Всем привет! Записываю пятый урок по спрайтам, возможно последний. Сегодня я расскажу про библиотеку, подходящую для самых-самых ленивых, но богатых. Почему богатых? Потому что эта библиотека позволяет парсить и проигрывать анимации. Очень-очень удобно. Из коммерческого редактора спрайтов, который называется Esprite. Вот так этот редактор выглядит. Он, в принципе, продается на Esprite. Он продается на Steam. Рублей 400 стоит. Да, вот пожалуйста. Плюс есть бесплатные старые версии, есть пробная версия. Русского языка нет. Но, знаете, вот я, когда готовился к уроку, я решил все-таки немножко показать весь процесс создания. Пусть я примитивно покажу создание спрайтов в этом редакторе. Так, давайте сначала посмотрим. Вот у меня есть проект. Видите? Сколько строк. Запускаем, что этот проект показывает. Вот какая-то морда с глазками, анимированная. Эту морду я нарисовал сам. Ну, давайте попробуем и откроем. Esprite. Открыть. Esprite. Так. Что у нас здесь есть? Внизу есть фреймы. Фреймы-это кадрики. Стрелочками влево-вправо можно менять. Раз, два, три. Так. Где тут показать? Вырочный фрейм. Ну, ладно, бог с ним. Вот видите, три фрейма я анимировал, потом сделал файл, потом сделал экспорт и потом подключил библиотеку, экспортировал, не экспортировал, в смысле импортировал эту анимацию. И вот мы видим ее на экране. Так. Давайте про подключение. Давайте сначала подготовлю нормальный спрайтик, потом начнем все по порядку. Создаем New. Новый спрайт. Давайте пусть у нас будет 80 на 80 пикселей. 80 даже на 120. RGB. Прозрачный фон. Окей. Создали. Вот нам создался кадрик. Какой-то первый кадрик. Так. У меня тут сумасшедшая мышка. Так. Ну, давайте сделаем какого-нибудь движущегося человека. Угу. О, господи. Так. Прошу прощения. За такого человечка. Так. Давайте добавим следующий кадр. Вот у нас есть первый кадр. Второй. Он сейчас у нас совершенно идентичный. Сотрем ручки-ножки. Там есть удобные средства для анимации. Для того, чтобы вы видели предыдущие кадры. Нам этого особо не нужно. У нас будет такой быстрый бегун. Так что дорисуем. Не это. Ладно, не будем ничего трогать здесь. Так. Смотрим. Первый, второй спрайт. Нормально. Класс. Запуск анимации. Энтер. Нормально. Для нас устроит. Ну, вы поняли, что здесь много можно делать слоев. Например, общий какой-то слой, на котором нарисована голова, а движение на каких-то других слоях. Ну, вы посмотрите. Спрайт. Очень много уроков. Так. Что нам нужно сделать? Нам нужно frame tags. Чтобы LAV2D смогла работать с этой анимацией и библиотека Pitchy, нужно обязательно создать новый тег. Тег это название анимации. Так. Ну, давайте название назовем анимации RAM. RAM это с первого по второй кадр. И движение анимации. Ну, по порядку, значит, идет. Можно сделать с последнего кадра до первого. Можно ping pong, значит. Сначала будет идти вперед до конца, потом отражаться назад. Ну, довольно удобно. Так. Ну, у нас forward будет, да, с первого по второй. Так. Давайте еще один. Вот у нас видно, что run назвалось. Давайте сохраним файлик. Save. И назовем его мужик. Назовем чувак. Чувак, dude. Окей. Сохранили. Так. Давайте еще один frame добавим. Третий. Так. Вот мне не нравится. Не нравится, что. Ладно. Давайте изменим. Два раза щелкнул на run. Делаем со второго по третий кадр run. А первый мы изменим. Мы сделаем какой-нибудь там stand. И чтобы сильно урок не усложнять. Так. Мы не будем много рисовать. Так. Чем-то недоволен наш товарищ. Так. И давайте мы ему тег новый сделаем. Frame это работа с кадрами. Так. Новый тег. Назовем его с первого по первый. Stand. Вот. Видите, чтобы не накладывалось. Так. Ну, отлично. Но в таком виде нашу анимацию использовать не может ни Pitchi, ни Love2D. Что нужно сделать? Нужно сделать не просто сохранить, а нужно сделать экспорт. Делаем файл Export. Выбираем и Нет, неправильно. Export. SpriteSheet. Нужно. SpriteSheet. Это значит, отдельно создастся отдельно новый файлик PNG со всеми кадриками нашими. Ну, вот. По горизонтали он будет расположен. Ну, в общем, ничего здесь не меняйте. Не меняйте. Обязательно ставим JSON формат. И здесь ставим не хэш, а Array. Так. Теперь выбираем в какой файлик. Давайте. У меня тут папка Source. Это исходник. Не будем мешать готовые файлы с исходником. Поэтому мы в Res. Spr сохраним наш Dude.json и Output файл. Сделаем еще Dude.png тоже не в исходник его. Ну, SpriteSheet. SpriteSheet. Это я вам сказал, что кадрики будут отдельно расположены друг за другом. Так. И мы его тоже в Res. Запишем. Sprite. Вы можете в любые папки. Я сейчас эти папки покажу в редакторе. Так. Вроде все нормально. Export. Нормально. Так. Давайте посмотрим, как у нас расположились эти файлики в нашем проекте. Так. Ага. Ну, вот эта коричневая морда это вот эти вот файлики к ней имеют отношение. А мы смотрим сейчас на Dude и Dude PNG. Так. Ну ладно. Здесь просмотр PNG не работает. А просмотр JSON есть. Что получилось? Какой-то свой формат. Этот Sprite редактор создает. Мы видим здесь он описывает первый, второй, третий кадр. Это из какого файла, какие координаты. Помните про квады я вам рассказывал? Вот тут все за вас уже сделано. А дальше главная информация из какого файла, каким редактором сделано и так далее. Ага. Так. Ну, давайте теперь посмотрим, как подключать библиотеку в Pitchy. кладем файл в любое удобное вам место и подгружаем его с помощью require но оказалось, что Pitchy требует еще пару библиотечек крон и json вы можете их скачать прямо из из репозитария Pitchy вот видно какие файлы тут у нас находятся есть, кстати, примеры примеры довольно интересные просто я вам решил все сам показать с нуля так что и примерчики тут посмотрите адрес будет под видео где скачать так и вот какие у нас есть библиотеки библиотека крон это работа со временем и работа с json вот с этим вот файликом чтобы библиотека могла его считать правильно без изобретения велосипеда вот используется библиотека Pitchy так что запомнили помимо файла Pitchy вы должны еще и два файлика крон и json себе записать так здесь ничего не меняем кстати вот эта строчка она у нас заголовок меняет видите Pitchy example Pitchy example ставится сотрем нафиг эту строчку если мы сотрем то Untitled видите никакого названия нет так спрайт шит ну давайте мы нашу морду оставим сделаем пример как мы подгружаем наш спрайт шит что такое спрайт шит это набор кстати эти спрайт шиты вы если делаете какую-нибудь игру учитесь чтобы не потратить много времени можно можно качать вот так в гугле делаем спрайт шит PNG картинки выбираем спрайт шит где у нас закономерность какая-нибудь в кадрах и где прозрачность видна вот видно что здесь стандартный у всех спрайти в стандартный размер легче будет импортировать кстати можно вот такой файл можно будет симпортировать ваш спрайт вот здесь есть файл импорт спрайт шит там нужно указать как расположены спрайты их размеры и так далее тоже читайте документацию на русском не на русском так наш файлик спрайт шит это картинка а вот кстати кто нам мешает открыть эту картинку здесь открыть вот у нас этот dude есть видите что получилось три кадра записались ну точнее автоматически спрайт расположил их друг за другом это просто картинка здесь никакой анимации я просто вам показываю что вот в этом файлике dude лежит и так у нас здесь должен быть файлик dude так это у нас относится к анимации морды на нее не смотрим так теперь нам нужно сделать некие переменные в которых у нас будет уже храниться готовая анимация видите как здорово в предыдущих уроках нам нужно было указывать размер изображения png и так далее много-много параметров здесь мы ничего не пишем здесь самое главное помнить как у нас названы теги теги так ну помните какие у нас были теги давайте посмотрим dude тег тег стенд и тег run окей сделаем два таких тега стенд здесь обязательно должен совпадать большие и малые буквы тоже имеют спрайтшит блюли мы один раз загрузили и теперь если анимации из этого спрайтшита то просто вот так ссылаемся можно если у нас только одна анимация можно вот так вот сделать ну понятно да вернем как было спрайтшит dude стенд стенд так у нас еще одна анимация есть называется run вы понимаете что название тега не имеет никакого отношения к названию переменной которую вы здесь run 0 1 пусть вот так вот так чтобы вам было понятно так что теперь нужно для рисования все отлично у нас уже есть нужный метод draw он уже и готов для вызова так что он показывает нам давайте координаты 50 50 стенд и run тоже выведем run 1 он у нас называется сделаем например 150 60 давайте посмотрим выведется у нас ага и 421 так где-то я тут ошибся ага ребята вот несоответствие я питчи такая умная библиотека что она начала грузить анимации из json а анимации это от той коричневой морды так вот она их загрузила и вот в этом файлике json тут у нас внизу ясно указана картинка какой ширины картинка и высоты и она увидела несовпадение и вот нам ругается молодец так нам нужно dude здесь написать тоже рисуй отлично ну и давайте чтоб анимация заработала тут прикол не только в том что анимация есть нужно есть еще функции кое-какие которые мы рассмотрим придется в документацию полезть потому что я тоже вместе с вами все это изучаю так окей так ну отлично просто отлично так давайте-ка сделаем чтобы наш спрайтик чтобы наш спрайтик зависал в прыжке вот в этом вот длительность миллисекундах а зависать он здесь будет пусть будет у нас 330 миллисекунд зависает ну-ка давайте анимацию запустим вот так что нужно сделать теперь чтобы у нас появилось это же самое в нашем видите ничего здесь не изменилось да потому что мы должны сделать экспорт так это мы все закрываем нам не нужно делаем файл экспорт спрайт шит в принципе он файлик помнит да правильно нам говорит что есть уже такой файл ладно-ладно просто экспорт да говорит есть такой файл перезаписывать точнее два файла по NGISONG и можно здесь галочку поставить чтобы никогда больше этого не показывал но мы не будем ставить зачем все запускаем все отлично но вы понимаете что анимации можно сложные делать вот вы когда будете смотреть уроки по спрайту там отличный профессиональный пакет со стилизацией под аниматор от фирмы автодиск которая выпускает что она там выпускает всякие саппорт продукты она в том числе аниматор выпускала которым я пользовался в свое время анимировал мы его коммерчески купили с документацией толстой и так далее но время ушло так что же будем показывать вроде все сделали давайте теперь посмотрим что можно сделать в нашем ну так не в спрайте в пиче 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 так вот мы посмотрели только на два метода draw рисовать и метод update вот у него в примере там много чего интересного посмотрите сами ограничение он предупреждает как правильно экспортировать я вам про это рассказал так интересно ага вот у нас есть документация теги мы можем сами а set tag давайте посложнее сделаем наш так делаем например м и здесь мы будем выводить нашего мэна мэн она раз комментирую не понял нету нажимаю так есть кнопка нажата пробил то мы set tag подстановки у нас здесь нет смотрим что за тег set tag у текущей анимации можно другой тег выбрать а тег в виде текста наверное давайте run отлично нажал пробил у нас выбрался другой тег еще раз напоминаю этих тегов может хоть миллион здесь быть можно кстати в одном спрайтшите можно разных персонажей рисовать но единственное вам нужно создавать отдельные переменные с анимацией менять можно было я наверное неправильно сделал наверное вот так да вот так можно сделать просто мы начальные у нас давайте эту морду уберем морд меня смущает и запустим нажимаем пробел побежали побежали видите еще проще стал наш пример так а давайте давайте дальше смотрим по документации что у нас тут есть set frame ну это понятно можно перейти на определенный frame это значит кадр еще раз напоминаю нумерация идет с первого кадра вот видите первый второй третий как видите в редакторе иногда возможно вам это пригодится так draw когда рисуем ну значит стандартные параметры как мы в love привыкли ну вот rot rotation давайте повернутым нашего где у нас 50-50 следующий параметр поворот в радианах вот видите бачком он у нас также побежал побежал так 0 это без поворота дальше идет у нас масштабирование по x по y отлично то как не сглаживать в предыдущих уроках я рассказывал чтобы не было сглаживания дальше смотрим ну апдейт знаем next frame перейти на следующий фрейм call unlock отлично так пауза пауза можно текущую анимацию затормозить например вот так давайте посмотрим запускаем запускаем пробежал побежал нажимаем единичку затормозил пауза так ничего нет снова не запускается для этого должно быть наверное play давайте сделаем так что при нажатии пробела он еще и сам play запускает остановили пробел нажали отлично все пошло дальше так что у нас там дальше есть ну с callback мы отдельно разберемся stop on last да написано остановить и вернуться ага если если мы пишем stop то он возвращается всегда на первый но можно указать так что мы здесь on last ну тут правда непонятно указывать нужно число или true false скорее всего число но это вы тоже разберетесь так on loop callback мы еще посмотрим toggle play отлично это вот лучше toggle play это значит если у нас остановлен то начать анимацию если стоит так что мы убираем вот эту вот ерунду надо нам мы единичкой будем так пробелом включили анимацию да теперь нажимаю 1 остановили проигрывание анимации текущей еще раз нажали 1 включили проигрывание анимации текущей отлично все проще и проще становится так get width height ну размеры текущего фрейма в пикселах ширина и высота не всего спрайтшита большой картинки а вот именно маленького нашего человечка так ну это internal это встроенная так встроенная встроенная так давайте теперь посмотрим онлуп эту штуку надо вызывать не в апдейте и не здесь а ну допустим вот здесь луп так онлуп интересно ну и тут видимо вот эти три точки это значит можно передавать в эту функцию параметры а что ж я говорю видимо давайте посмотрим пример так ну сейчас разберемся кстати если вам что-то хочется добавить в эту библиотеку просто на гитхабе находите джоша пэри и пишите ему хочу то-то и то-то чтобы еще бесплатно было так функция так ну давайте введем тогда координаты x равно 150 рисовать по x если у нас дойдет дойдет and если у нас одна анимация до конца дойдет x равно x плюс 1 должен двигаться наверное так давайте заново запущу заметили что такая неподвижная анимация быстрее движется по горизонтали чем вот такая почему все дело в том что эта функция on loop вызывается только когда мы показали последний кадр и она переходит на первый в первой анимации stand у нас stand вот он у нас только один кадрик и вот видно что он щелкаем он показывает вот сюда надо щелкать да он показывает сколько он миллисекунд 100 миллисекунд одна десятая секунды вот а здесь у нас второй кадрик 100 миллисекунд а этот я делал длинный чтобы он летел 330 ну ладно понятно с этим понятно что у нас есть еще он loop он loop который мы можем использовать ну что ж отлично вот такая простенькая библиотечка которую можно использовать для анимации ну прошу ставить лайки этому там может быть старым видео я записываю для очень начинающих уроки и для не очень для продолжающих можете заказы оставлять на что записать следующий урок ну все ставим лайки пока и вся информация ссылка вот на эту библиотечку документацию и на эти уроки этот урок можете скачать тоже по ссылке под этим видео ладно всем пока пока Продолжение следует...